Красиво, не правда ли? Это исторический центр Риги, столицы Латвии Сейчас многие россияне хотели бы оказаться здесь, но, к сожалению, это невозможно Латвия закрыла свои границы для жителей России с туристическими визами Также поступили две других балтийских страны Эстония и Литва Кроме того, Польша, а позже к ним присоединилась еще и Финляндия Вообще сейчас из европейских стран, с которыми у России есть сухопутные границы Для въезда осталась свободна только Норвегия И все эти запреты, они, конечно, очень не кстати Потому что многие россияне хотели избежать мобилизации Но теперь, благодаря в том числе политике европейских стран, они пойдут воевать с Украиной Почему Европейский Союз занял такую позицию? Куда еще можно сбежать из России? Сегодня мы поговорим с родственниками насильно мобилизованных А также с теми, кто смог и кто не смог покинуть Россию 21 сентября президент России объявил о частичной мобилизации Об этом говорили уже достаточно давно, чуть ли не с самого начала войны А в середине сентября мобилизации не говорил уже только самый ленивый Стоимость авиабилетов на самые популярные безвизовые направления В Грузию, Армению, Турцию взлетели до небес А возле наземных пограничных переходов стали расти очереди из желающих срочно покинуть Россию Просто не пускают И огромная пробка стоит Те, кому уезжать было некуда, не на что И кто просто не пожелал покидать свой дом, но воевать при этом не хотел Стали протестовать И это по нынешним кровожадным временам выглядело настоящим подвигом Как это было, например, в Дагестане Просто так берут, не из Дантик забирают Не мужчины Ну а многие из тех, кто не уехал и не протестовал А просто смиренно ждал своей участи в надежде на то, что пронесет Или что мобилизация их не коснется Все-таки получили свои повестки Даже те, кого это, по идее, не касалось Он был на работе Ему позвонили с военкомата и сказали Завтра прибыть в 8 часов утра к военкомату Даже не повестку принесли, а позвонили Он сходил к начальникам Говорит, не звонили А они ему сказали, не переживай, тебя в списках нет У тебя, говорит, ну ты студент, у тебя проблемы со здоровьем Иди спокойно Все, он утром пошел А ему сказали, завтра с вещами на выход Жительница Волгограда Татьяна Кудряшова рассказывает про старшего из трех своих сыновей Несколько лет назад он проходил срочную службу, которая свелась к работе с документами в штабе Несмотря на это, он получил приглашение в военкомат, откуда его сразу отправили якобы на военные сборы Я говорю, что вам говорят? Сказали, у нас 15-дневные сборы и домой нас отпустят А потом, когда вы нужны, будет, вас пригласят И он на сборы все равно от завода ездит Там у них ничего такого, ну как бы, какие-то, как он говорит, патриотические фильмы показывают Прямо в натуральных сборах, что вот они там машбарские делают или еще что-то, такого еще не было Он и спокойно взял там, как говорится, мыльно-рыльное, сменное и чуть-чуть покушать и поехал Сейчас все правозащитники, некоторые СМИ, все трубят об одном Что ни в коем случае, а, нельзя брать повестку даже в руки И, б, ни в коем случае нельзя идти в военкомат под каким бы то ни было предлогом Почему вообще, в принципе, он пошел в военкомат? Это был первый день вот этой вот мобилизации Никто еще ничего не знал Они, грубо говоря, гребли всех Он начал военкому говорить, что он студент Что у него проблемы с сердцем У нас многодетная семья, ребенок инвалид Он ему сказал Все вопросы вы предоставите документы на месте Все, они загрузили их в автобус и увезли В этот понедельник он мне звонит и говорит Мама, в 7 часов утра, мама, мы на полигоне Нас выстроили и сказали 3 дня стрельб и Херсон Вот тут нас, как говорится, и накрыло Татьяна говорит, что Станиславу, у которого пролапс метрального клапана и астма Стало плохо в части, и поэтому его пока что оставили И он там не единственный мобилизованный с проблемами со здоровьем Еще 4 парня находятся в части вместе со Стасом и ждут своей участи Но мало того, что мобилизуют больных, так еще и не могут их оснастить экипировкой Этот пацанам танкистам такую шляпу выдали А сказали, у вас танцы *** Кто к чем? Кого-то переодели, кого-то не переодели Вот мы здесь на улице стоим тусуемся Не могут нормально разместить мобилизованных Вот в такой клаповник нас завели мобилизованных из Башкирии, Уфа И вот в таких условиях мы должны жить Здесь просто клаповник, я не знаю, одеяло, матрасы, подушки Они просто все грязные ***, здесь уже жило сколько, я не знаю, людей Доходит до того, что мобилизованные должны сами оплачивать экипировку Посмотрите, какой список покупок выдают родственникам мобилизованных Тут не только одежда и посуда, но даже бронежилеты и каски Разве что автоматы не заставляют покупать Как эта армия будет воевать, непонятно Вы как-то вообще боретесь? Вы пытаетесь как-то вытащить? Да, я написала вчера заявление в прокуратуру В военкомат в наш ходила, писала ему заявление, даже два У меня он один, помощник мой Вся надежда была на него, а сейчас вот я осталась одна С двумя детьми В прокуратуре вам что сказали? В прокуратуре заявление приняли, сказали рассматривать 30 дней Что может сделать в такой ситуации Станислав? Есть ли шанс вернуться на гражданку, если он уже в части? Я решил спросить об этом юриста Максима Оленичева Сотрудничающего с правозащитной организацией Первый отдел В данной ситуации, если это так, то нужно получать медицинские документы Которые могли бы свидетельствовать о том, что есть признаки категории годности Д Но понятно, что он находится уже в местах несвободы, можно так сказать И возможности для самостоятельных действий не так велики То есть он может обращаться в медицинскую часть и с врачами говорить И может обращаться к командиру своему для того, чтобы его направили на медицинское освидетельствование Но здесь бы я рекомендовал еще не терять связь с родственниками И не терять связь с правозащитными организациями Потому что если будут нарушаться права, то только люди, которые не находятся в вооруженных силах Они уже могут жаловаться, предавать огласки, случаи вопиющие И тогда таким образом вот эта военная машина немного может сдвинуться и возможно освободить человека Максим упомянул категории годности, всего их 5 Группа А – это отличное здоровье, хоть сейчас отправляй в космос Группа Б – незначительные проблемы со здоровьем Группа В, к которой и я вношусь Вот у меня есть военный билет Здесь на второй странице написано группа В Таких в армии называют калич Ну, когда есть какие-то заметные проблемы со здоровьем И в мирное время тебя не призовут, призовут только в военное Группа Д – это серьезные проблемы, не призовут никогда Есть еще группа Г – это когда обостряются хронические заболевания Или там есть перелом, дается 6-месячная отсрочка И вот так по очереди, по идее, должны призывать группа А, потом Б, потом В Но Максим говорит, что на практике военкоматы этот порядок игнорируют Мы знаем, что по разным источникам власти планировали мобилизовать от 300 тысяч до 1 270 тысяч человек И Министерство обороны, получив эту цифру от президента Оно распределяет по регионам, сколько в каком регионе необходимо человек призвать В так называемые мобилизационные задания То есть в этом случае как раз действует таким образом, чтобы набрать как можно больше людей В максимально короткие сроки И вот эта очередность, она не соблюдается Ну вот скажите так, если общо, по вашему ощущению, гребут всех подряд? У нас было достаточно много обращений с Дальнего Востока, с Сахалина Вот буквально 21-22 сентября И тогда, по ощущениям, забирали практически всех Мы видим о том, что регионы, которые более бедные Где нет возможности заниматься тем, чтобы искать постоянную информацию по мобилизации Власти пользуются этим моментом и призывают людей, вот тех, кто не знает своих прав О том, что они могут не являться по повестке по мобилизации Да, это действительно так, вы можете не являться в военкомат И в худшем случае вас за это ожидает штраф в 3000 рублей По-моему, это не такая уж и большая плата за свою собственную свободу и нежелание воевать Вообще, сейчас важно знать три правила Правило номер один Не берите повестку Повестка считается врученной только в том случае, если вы за нее расписались Не берите повестку, не расписывайтесь Правило номер два Ни в коем случае не ходите в военкомат Военкомат это черная дыра Вас туда засосет, вы оттуда не выберетесь Вас отправят на войну, вы там умрете Правило номер три Я бы даже сказал, что это правило номер ноль Самое базовое Если у вас есть возможность уехать из страны, уезжайте Уезжайте, пока есть такая возможность Пока, потому что границы стремительно закрываются одна за одной Вот и наш следующий герой потерпел неудачу, когда пытался покинуть Россию Он согласился с нами говорить только на условиях анонимности Как вы принимали решение уехать из России? Когда объявили мобилизацию, было понятно, что откладывать уже окончательно это нельзя В тот же день, да, как объявили мобилизацию, я купил билеты через Таллинн И дальше там пересадка в Риге до Толя-Ви И у вас в паспорте была на тот момент шенгенская виза? Нет, у меня не было, у меня двойное гражданство России и Израиля В Израиле без визра, в России и Евросоюзе Сначала мы проехали российскую границу, где, в принципе, лично мне, по крайней мере, каких-то особенных вопросов не задавали На эстонской границе спрашивали, конечно, в первую очередь о билетах и цели пребывания в Эстонию Но на что я ответил, что моя цель это доехать до аэропорта и отправиться в Израиль Через какое-то время нам пограничник эстонский принес бумагу и наши паспорта, где стояло печать о том, что по объезде в Эстонию нам отказано Первая причина это стояло то, что я не смог подтвердить цели своего пребывания в Эстонии Хотя я предъявлял билеты И второе, это то, что я могу представлять угрозу для одной или нескольких стран Европейского Союза Но они не пояснили, да, что за угроза вы можете представлять о них? На словах нам сказали, что они считают, что мы бежим от мобилизации и Эстония не хочет пускать таких людей Мы спросили, что же нам делать, может нас посадят назад на автобус какой-то или что Нам сказали, что нет, вот видите, тут дорога идет к российской границе, вот туда и топимся Пока наш герой возвращался обратно в Питер, он увидел в одном из многочисленных чатов для уезжающих из России Сообщение человека, который выехал через финскую границу Наш герой туда отправился и ход сработал И на финской границе пограничник, он спросил, он увидел в паспорте штамп с отказом о объезде в Эстонию Задал вопрос, это вызвано тем, что у вас российский паспорт, я сказал да Он сказал, ну понятно, и поставил штамп о объезде Нашему герою повезло, он проскочил Сейчас через Финляндию вам уже не выехать С 30 сентября страна закрыла границу для российских туристов Это удивительно, как резко страны, топившие за личные свободы человека В том числе за свободу передвижения или право на жизнь Привразились в консервативные государства, где к человеку могут относиться как к второсортному Только потому, что он русский Можете ли вы объяснить, почему Европа так относится к убегающим людям от мобилизации Потому что ЕС стоит в моем понимании на принципах прав и свобод граждан И тут их просто не пускают в страны Евросоюза, хотя они убегают от войны Права и свобода человека – это хорошо, пока это не создает серьезных проблем для нас самих А неконтролируемый поток людей из России Как минимум чреват тем, что у нас тут все наши страны наводнят агенты ФСБ Ну понимаете, там, например, у них есть спецслужбы Они-то зарплату получают не за гуманизм Они получают зарплату за то, чтобы у них в тылу ничего не взрывалось Поэтому, я думаю, они встают на дыбы и говорят только через наш труп А кто возьмет на себя ответственность пойти против спецслужб в такой ситуации? Ну а вдруг действительно среди них там, окей, 10 тысяч хороших русских заедут А 500 там плохих русских заедут Ну так от этих 10 тысяч хороших пользы-то нету А от 500 плохих вреда будет выше крыши К счастью, не Европа единой Еще открыты границы с Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, Монголией Последняя, кстати, теперь выдает вид на жительство всем желающим получить его россиянам Еще одно популярное направление – это Грузия На въезде в нее в первые дни мобилизации стояли огромнейшие пробки Мы нашли человека, которому удалось въехать в Грузию И он тоже согласился с нами говорить только на условиях анонимности И, по-моему, это показательно, да? Люди, даже сбежав из России, все равно продолжают бояться репрессий со стороны российской власти 21 числа с утра, когда я услышал послание нашего президента Вот, у меня как-то перещелкнуло Я понял, что здесь оставаться дальше нельзя Я понял, что, черт побери, это такое же приключение в жизни, как все мои командировки Как все мои экспедиции Почему бы не рискнуть? У меня нет детей Как бы жена у меня осталась дома, потому что ей ничего не угрожает Я за очень большие, там, за 50 тысяч рублей купил доминвод билет Потом я заказал трансфер Из минеральных вод, слава богу, это был бомбил И он был очень прикольный тем, что он как бы местный Местный армянин, всю жизнь проживший в минеральных водах И он со всеми братался, он всем сигналил, всем постам Все мегаишни, которые останавливали его, просто там хлопали по плечу друг друга Говорили какие-то на своем языке какие-то вещи, которые для меня были скрыты И проезжал дальше Автобус стоил там 30 тысяч рублей до Тбилиси А по сравнению с тем, что сейчас творится, это был вообще лайт Это был второй день, было 22 число В общем-то, еще не такого не было потока людей, как это вот сейчас происходит Вот, и мы довольно-таки лайтово проехали это все И уткнулись в границу где-то за 7 или 6 километров Но мой прекрасный водитель, он сказал Либо мы стоим в пробке, я тебя везу в Тбилиси И мы здесь простоем хрену кучу времени Либо я тебя сейчас мимо пробки провожу, отвожу до погранпоста Я тебе делаю скидку, и дальше ты сам Я говорю, конечно, не буду здесь стоять И он, минуя всех гаишников, договариваясь Показывая какие-то свои фотографии своих людей Которые решают все вопросы В общем, это чудо-водитель, который меня провез буквально за меньше чем час Ну просто как волшебник для меня То есть все люди там стоялись с колясками, с детьми, с авоськами Кто пешком шел И он ехал по встречке Мне стыдно признаваться Я понимаю, сколько людей сейчас стоит и ночью, и днем И под дождем, и ветром Тут важно понимать, что пересечь грузинскую границу на своих двоих не выйдет Можно только на транспортном средстве Поэтому все, кто добрался до нее пешком Вынуждены искать кого-то, кто подсадит их в машину Я подошел к одному армянину, который стоял в пробке уже вторые сутки И спросил, есть ли свободное место Я заплачу, сколько вы хотите И он говорит свою цену, 20 тысяч рублей И сядешь на коренке, возьмешь в зубы свой рюкзак И будешь сидеть тихо-тихо-тихо И там, в общем, я был пятым на заднем сидении Пятым? Ты был пятым? Да-да-да, был пятым, в общем, я сидел на коренках Петру повезло На границе его не досматривали И даже не обратили внимания, что на заднем сидении Расположилось так много пассажиров Дальше ему оставалось только поймать машину до Тбилиси Итого тебе вся эта поездка стала 50 за билет 30 за автобус 20 за автобус До Верхнего Ларса 20 пересечь границу И там 3 тысячи рублей до Тбилиси То есть типа 93 тысячи рублей Ну да, почти под 100 Конечно, немногие могут себе позволить Потратить такую кучу денег, чтобы сбежать из страны Вообще-то такая возможность – это привилегия Большинство-то остаются И многие из них будут мобилизованы И это для меня странное зрелище, если честно Такое огромное количество мужчин Расписываются за повестки Идут в военкомат Их провожают жены, матери Они страшно плачут Но не пытаются остановить своих близких Идущих, ну фактически, на верную смерть Впрочем, есть те, кто отправляются на фронт Не дождавшись повестки Как это делает, например, наш следующий герой Юрий Отец четверых детей Юрий Вы собираетесь добровольцам Отправиться на войну Это так? Так, давайте называть это спецоперацией Вне зависимости от вчерашнего выступления Владимир Владимирович Путин Это не стало тем, что вы сказали Это также осталось спецоперацией Расскажите, как появилось это решение? Ну, звезды так сошлись Что именно меня сподвигло непосредственно Вот это заявление Не буду говорить какие-то патриотические слова Это просто есть желание Все-таки я войнообязанный Служил в группе советских войск Германии 87-89 Танкист, наводчик орудия Ну, все-таки вас что-то задело Может быть, в словах президента? Нет, мне задело, конечно Я эту ситуацию знаю Это длится более 8 лет По отношению к жителям Луганской И Донецкой их республик Нападки Запада Сплочение их против Российской Федерации Это же было и во времена Великой Отечественной войны Когда весь Запад сплотился против нас До определенного момента Также вся Европа сплотилась Вокруг Наполеона И также целиком этой Ордой Так называемым поперли на Россию Аналогичная ситуация примерно так же Но больше взглядов нашего героя На исторические события Меня интересовало, как к решению Юрия Отнеслась его семья Естественно, не совсем приветствует это Не совсем приветствует Но я сказал, что это мое решение Я его принял И сейчас обратной дороги нет Вот если я завтра же заберу это заявление Тут же найдутся критики Которые меня ниже к плинтусу запустят Но смерти вы не боитесь? Смотрите, у меня уже четверо детей Дети уже первые 31-23 года Младшие уже тоже в определенном возрасте Это уже 7-й и 9-й класс Я думаю, они уже как-то смогут Смогут Я сам жил один с отцом У меня мама умерла Я все прекрасно понимаю, что такая неполноценная семья Как это сложно Но что делать? Не идти Можно же не идти, остаться Ну, говорите, что делать? Не отправляться на военную операцию Я уже принял решение Обратного пути нету Я не трус Вы готовы к тому, что вам придется кого-то убить? Так, я буду выполнять приказ Но будете ли вы готовы убить человека? Он для меня враг В любом случае Враг Это не будет какой-то гражданский житель Там дети, бабушки и так далее Гражданский житель Это для меня будет враг Он вооружен до зубов Американским оружием НАТОвским оружием Вы отправляетесь в зону боевых действий Там вы можете умереть Я не собираюсь умирать, чтобы туда ехать Я не собираюсь умирать Я не собираюсь погибать Я буду жить Я вас всех еще переживу По разговору с Юрием я понял, что он все же скорее не заклятый враг всего западного А его попросту взяли на слабо Вернее, он сам себя взял на слабо И теперь не может отступить, потому что будет считать себя трусом Так и огромное количество мужчин по всей стране Наше патриархальное общество берет на понт Мол, если ты не пойдешь в военкомат Ты трус, дурак и вообще не мужик Хотя по мне дурость Это не признать очевидного факта Близкие любят тебя живым, а не в граните Можете сделать какое-то предположение По поводу того, как мобилизация повлияет на ход войны? Я думаю, что не сильно Я себе не очень представляю, как Значит, армия, которая не справилась с помощью Профессиональных военных контрактников Почему и за счет чего она справится За счет абсолютно необученной публики Плохо экипированной, совершенно не мотивированной На самом деле, я думаю, что Путин и не рассчитывает Что с помощью вот этого пушечного мяса Он сумеет, знаете, переломить ход войны Я думаю, что на самом деле Мобилизация ему понадобилась Для того, чтобы вынудить украинцев Сесть-таки за стол переговоров Вот и Путину надо было Продемонстрировать готовность эскалации Для того, чтобы украинцы Не могли для себя исключать И следующего шага Ядерного оружия Собственно говоря, я думаю В этом смысле мобилизации Глубинный смысл Он не военный, он политический Вот и получается, что для Путина Все происходящее Захватывающая политическая игра Которая для обычных россиян Оборачивается драмой А зачастую и трагедией Где вот эта вот действительность Что, как говорил Путин Что сейчас у нас пойдут только те Кто знает дело В итоге гребут всех Я это не понимаю Мне жалко Донбасс Мне жалко Луганск Мне жалко этих людей Я все это понимаю Но не надо, как говорится Нашими детьми прикрывать Можно я грубо скажу Жопы, блин Представителей власти Я полагаю Многие спрашивают себя А что я могу сделать Чтобы война побыстрее закончилась Ну так послушайте Мобилизация Это очень интересная штука Она позволяет повлиять На ход войны Даже если вы ничего не делаете Ну потому что каждый Отказавшийся от мобилизации Человек Не усилит российскую армию А значит сделать так Чтобы война закончилась побыстрее То есть вы получаете Плюсик в карму Просто за то Что вы ничего не делаете По-моему отличный расклад А для этого Помните Не берите повестку Не расписывайтесь за нее Не ходите в военкомат Вот такие вот Простые правила Меня зовут Евгений Берг Это настоящее время Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин